Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги Паралипоменон. И сегодня мы будем читать 34 главу этой книги. А 8 лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме, и делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. Вот, конечно, если сравнивать монасию, царя Амона и Иосию, здесь мы видим непоследовательность. Монасия плохо начал, но хорошо кончил. Амон плохо начал и плохо кончил. А вот Иосия очень хорошо начинает и достаточно правильно продолжает то служение, которое Господь ему поручил, особенно в первый период своей жизни. И вот такая характеристика, что он не уклонялся ни направо, ни налево от путей Давида, это очень такая высокая оценка. Далее говорится о борьбе Иосифа, то есть Иосии создал поклонство. Восьмой год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида. Господь как-то расположил его сердце, и будучи отроком, он начал прибегать к Богу Давида. А почему такое уточнение, к Богу Давида? Возможно, что Псалтирь оказал на него, мощнейшее какое-то воздействие, как сакральный текст древних иудеев. Это, собственно говоря, молитвенник Ветхозаветной Церкви, Псалтирь. Он начал прибегать к Богу Давида, отца своего, ну и вот отец как раз Омон, нечестивый. Имеется в виду, что Давид его отец, в том смысле, что он подражает Давиду. Поэтому действительно отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. А в 12-й год начал очищать Иудею, Иерусалим от высот и посвященных дерев, и от резных и литых кумиров, и разрушил пред лицом его, и разрушили пред лицом его, то есть пред лицом царя, жертвенники валов и статуи, возвышавшиеся над ними. И посвященные дерева он срубил, и резные и литые кумиры изломал, и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы. И кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею, Иерусалим, и в городах Монасия, и Ефрема, и Симеона, даже до колена Нефалимова, и в опустошенных окрестностях его он разрушил жертвенники, и посвященные дерева, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле израильской, и возвратился в Иерусалим. Итак, мы видим, как, будучи отроком, он обращается к Богу Давидову, и Господь его вдохновляет на такие духовные подвиги. В восемнадцатый год царствования своего по очищению земли и дома Божия он послал Шафана, сына Ацалия, и Масею, градоначальника, и Иаха, сына Иохазова, диписателя, то есть летописца, возобновить дом Господа, Бога своего. И пришел он к Хилкии первосвященнику и отдал серебро, принесенное в дом Божий, которое левиты, стоящие на страже у порога, собрали из рук Монасии и Ефрема и всех прочих израильтян, и от всего Иуды, и Вениамина, и от жителей Иерусалима, и отдали в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, чтобы они раздавали его работникам, которые работали в доме Господнем, при исправлении и возобновлении дома, то есть дома Божия. Имеется в виду, что труд этих реставраторов он оплачивался, потому что, конечно, восстановление дома Божия это дело хорошее, но на одном энтузиазме люди не могут постоянно заниматься подобным делом, ведь им надо чем-то питаться, чем-то обеспечивать свои семьи. Поэтому это для нас урок, некий такой прецедент, что когда люди хотят что-то делать во славу Божию, это не значит, что мы должны отказывать им в каком-то вознаграждении, тем более, если это семейные люди, и это не было бы чем-то излишним. И они раздавали плотникам и строителям на покупку тесаных камней и дерев для связи и для покрытия зданий, которые разорили цари иудейские. Конечно, такой неприятный осадок от этих царей, которые разоряли храм или не следили за ним, причем, будучи верующими, но ничего не делали для этого храма. Люди действовали честно при работе, вот эти реставраторы, и для надзора над ними поставлен был и Ахав, и Авадия, левиты из сыновей Мерариных, и Захария, и Мешулам, из сыновей Каофовых, и все левиты, умеющие играть на музыкальных орудиях. Немножко непонятно, а как это над... как это над ними, для надзора поставлены, вот отдельные люди, это понятно, и все левиты, умеющие играть на музыкальных орудиях. Но ведь этих левитов было очень много. Скорее всего, надо понять так, что вот эти левиты, имена которых здесь указаны, они были как раз умеющими играть на музыкальных орудиях, а не в том смысле, что там еще целый оркестр контролировал действия и надзирал за этими действиями реставраторов. Возможно, что здесь трудность перевода. Они же были приставниками, надносильщиками и наблюдали над всеми работниками. При каждой работе из левитов же были и песцы, и надзиратели, и привратники. Далее. Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хелкий, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукою Моисея. Вот в Библии мы находим ссылки, в разных книгах Библии находим ссылки на другие библейские книги. И вот здесь описывается, что когда они разбирали там что-то в храме, вынимали серебро, принесенное в дом Господень, из хранилища какого-то, то там нашли пятикнижие Моисея, то есть свиток Торы. И начал Хелкия и сказал Шафану Песцу, книгу закона нашел я в доме Господнем. То есть книга Божия оказалась в забвении, как и храм Божий оказался в восквернении и в забвении. И теперь она обнаружена. Это значит, что люди смогут лучше познавать волю Божию, ведь закон Божий это именно Господне руководство к действию. И подал Хелкия ту книгу Шафану. Ну, никаких книг не было в нашем смысле. Собственно говоря, первая, самая древне известная книга это так называемый Синайский кодекс, который датируется IV веком, который был обнаружен Тешендорфом в монастыре Святой Екатерины в XIX веке. Поэтому, если вас спрашивают, а какой вклад в жизнь мировой культуры внесли христиане? Вы отвечаете, христиане изобрели книгу. А в те времена книг не было, а были именно свитки, на которых записывался текст. и подал Хелкия ту книгу, то есть свиток Торы Шафану, и понес Шафан книгу к царю и принес при этом царю известие все, что поручено рабам твоим они делают, и высыпали серебро, то есть в некое казнохранилище, найденные в доме Господнем, то есть перераспределяли его и передали его в руки приставникам и в руки производителям работ, то есть оплачивая их труд, и также донес Шафан писец царю, говоря, книгу дал мне Хелкия священник и читал ее Шафан пред царем. Встреча со Словом Божьим это особый трепетный момент в жизни каждого человека, а здесь целая страна она как бы потеряла эту книгу, она затерялась в какой-то сокровищнице, но эта книга должна быть перед глазами верующих людей, как сказано, да не отходит книга сия от уст твоих, поучайся из нее день и ночь. Что значит от уст твоих, что ее надо держать ближе к рту, имеется ввиду, что мы должны читать, и тогда было принято читать, конечно, слух. Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои, и дал царь повеление Хелкие и Ахикаму сыну Шафанову и Авдону сыну Михея и Шафану Песцу и Осии слуге царскому, говоря, пойдите, вы просите Господа за меня и за оставшихся у Израиля и за Иуду о словах всей найденной книги. Всей найденной книги, это же Библия. Ветхий Завет, закон Божий, за чем был утерян? Потому что велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слова Господня, чтобы поступать по всему написанному в книге всей, а может быть, они и не соблюдали, потому что книга-то была все-таки утеряна. Был такой писатель, который жил во время Гражданской войны, это некий Марцинковский, одно время он был близок к патриарху Тихону, участвовал в студенческом христианском движении. И вот Мастинковский описывает такой случай по каким-то делам евангельских кружков, он отправился на поезде с Курского вокзала в какой-то населенный пункт, чтобы там проводить занятия библейские. И когда он ехал, поезд был переполнен, и он стоял в тамбуре в окружении солдат, мантросов, простых людей. И там люди курили, окна были выбиты, сквозняк, холод, люди мешками прикрывались от сквозняка, и один солдат начал рассказывать, значит, как он убивал людей, начал хвастаться, как он убивал людей, и с такими подробностями, с таким смакованием он об этом рассказывал, и Марцинковский не выдержал и воскликнул, да вы что же, Евангелие не читали? Этот солдат приблизился к нему лицом и сказал, а мы только крышку от Евангелия целовали, а что там написано, мы не знали. Таким образом становится очевидным, что ужасы гражданской войны, все это от того, что книга-то была в храмах, читалась за богослужением, но никто серьезно не относился к этому тексту. Это, конечно, трагедия. Сейчас тоже делаются попытки дискредитировать христианство, христианские писания, но чем это кончится? Люди начнут резать друг друга, убивать друг друга, и, конечно же, эти ужасы затронуты тех, которые сейчас занимаются такой насильственной секуляризацией нашего населения. Их самих перережут, если в нашем обществе воцарится нигилизм и безбожие. И далее мы читаем «И пошел Хилкия и те, которые от царя Колдани пророчицы, жене Шалума, сына Тавки Гафа, сына Хасры, хранителя одежды, а жила она во второй части Иерусалима и говорили с ней об этом. И она сказала им, «Так говорит Господь, Бог Израилев». О чем они говорили? О том, что вся разруха в жизни их общества, потому что люди оставили Слово Божие. И оставив Слово Божие, они перестали быть исполнителями воли Бога, и Господь попустил множество неприятностей. И вот они идут к пророчице, и она говорит от имени Бога, «Так говорит Господь, Бог Израилев, скажите тому человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь, вот я наведу бедствие на место сие и на жителей его все проклятия написаны в книге, которые читали пред лицом царя Иудейского». Действительно, в окончании книги Пятикнижей Моисея, в окончании Торы, там даются проклятия, с одной стороны, там благословения, которые произносились с горы Горизим, а также там проклятия, которые произносились с горы Геваль на нечестивых. «Скажите тому человеку, то есть царю, который послал вас ко мне, так говорит Господь, вот я наведу бедствие на место сие и на жителей его, все проклятия написаны в книге, которые читали предлецом царя Иудейского». Тут как бы главный человек, который хочет разобраться, это, конечно же, царь. «За то, что они оставили меня», а что значит оставили меня? То есть они слово Божие предали забвению «и кодили богам другим», это уже как бы на втором месте, но это тоже великая мерзость кодить богам другим, чтобы прогневлять меня всеми делами рук своих, и гнев мой возгорится над местом сим и не угаснет. «А царю иудейскому, пославшему вас, вопросить Господа, так скажите, так говорит Господь, Бог Израилев, о словах, которые ты слышал. так как смягчилося сердце твое, и ты смирился пред Богом, услышав слова его о мести всем и о жителях его, и ты смирился предо мною, и разодрал одежды свои, и плакал предо мною, то я услышал тебя, говорит Господь. Вот я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие и на жителей его. То есть этот царь, который был просвещен чтением Торы, а слово Тора означает просвещение, потому что корневая основа слова Тора это слово Ор, которое означает по-еврейски свет. Этот царь сойдет в могилу в мире, но, как я приводил уже пример про Титаник в одной из бесед, когда они увидели айсберг, прожекторы Титаника его высветили в темноте, они остановили корабль, то есть попытались остановить корабль и запустили даже обратный ход, но инерция была уже набрана такая этим кораблем, что корабль и не остановился, и не стал двигаться в обратном направлении, он так и влетел в этот айсберг. Далее мы читаем и принесли царю ответ и послал царь и собрал всех старейшин иудеи и Иерусалима и пошел царь в дом Господень и с ним все иудеи и жители Иерусалима и священники и левиты и весь народ от большего до малого и он прочитал слух их все слова книги Завета найденные в доме Господнем. То есть тот текст священный сакральный который он смягчил сердце царя обратил его к Богу как сказано в Библии вера от слышания а слышание от слова Божия теперь царь хочет транслировать этот текст на своих подданных чтобы жизнь их изменилась и действительно человек читающий регулярно Библию он все время советует другим людям тоже регулярно читать Священное Писание если вы достаточно часто посещаете наш сайт библейского портала экзогет и слушаете лекцию за лекцией вы очень правильно делаете потому что вы изучаете эти священные тексты вместе с церковью со священнослужителями церкви и это может усилить ваше восприятие этого текста и весь народ от большого до малого собрался и он прочитал вслух их все слова книги завета найденные в доме Господнем кто он получается что царь и стал царь на месте своем и заключил завет предецом Господа последовать Господу и соблюдать заповеди его и откровения его и уставы его от всего сердца своего и от всей души своей от всего сердца это от средоточия всех своих чувств и от всей души своей то есть от всех помышлений своих чтобы выполнить слова завета написанные в книге сей и велел царь подтвердить это всем находящимся в Иерусалиме и в земле Вениаминовой и стали поступать жители Иерусалима по завету Бога Бога отцов своих и изверг Иосия все мерзости из всех земель которые у сынов Израилевых и повелел всем находившимся в земле Израилевой то есть не только иудейской но и израильской служить Господу Богу своему и во все дни жизни его они не отступали от Господа Бога отцов своих то есть мы видим возрождение и иудейского царства и возрождение как бы израильского царства но это возрождение ничего не может поменять и мы знаем что многие старцы говорили о возрождении России но это тоже ничего не поменяет но возродится Россия потом воцарение антихриста гибель этой планеты как апостол Петр пишет земля и все дела на ней сгорят и страшный суд возрождение имеет значение для душ людей которые населяют нашу страну если они возродятся то потом они возродятся и в вечности но инерция зла современного мира это как огромный титаник который мчится по холодным водам Атлантики к своей гибели как и наша планета она мчится в космическом холодном пространстве планета на которой когда-то ступали ноги пророков апостолов святых праведных на которой когда-то воплотился сам сын Божий поэтому мы ищем спасение для себя мы конечно ищем спасение для наших близких для наших соотечественников для нашей страны но инерция общая инерция мировая апостасия отступления она столь велика что едва ли мы что-то сможем исправить в этом мире хотя бы спастись самим доставки отступлений доставки Продолжение следует...